Более 19 миллиардов рублей задолжали жители и предприятия округа различным инстанциям в 2015 году. Судебные приставы Нинецкого округа подводят итоги работы за прошлый год. На заседании судебной коллегии руководители отдела федеральной службы рассказали об основных показателях и планах на 2016. Более 12,5 тысяч исполнительных производств было запущено судебными приставами в 2015 году. Большую часть из них составляют дела по судам общей юрисдикции, административным штрафам, взысканию долгов в пользу ЖКХ, заработной платы, налогов и алиментов. Эти группы дел считаются социально значимыми и находятся на особом контроле главного судебного пристава Нинецкого округа. Так, в 2015 году окончено 557 производств по алиментам, 267 по взысканию заработной платы, 200 по налогам и более 500 по коммунальным долгам. В целях повышения эффективности исполпроизводства в отчетном периоде отделом реализован комплекс мер, в том числе по оптимизации межвежимственного взаимодействия с органами государственной власти, кредитными и иными организациями по вопросам предвидительного исполнения требований исполдокументов. Помимо административной ответственности, должники привлекаются к уголовной. Таких в прошлом году было 40 человек. Злостным неплательщикам также ограничивают выезд за пределы страны. В 2014 году за рубеж не смогли выехать 292 должника, в 2015 уже 423. В цифровом выражении итогом работы судебных приставов округа стали 717 миллионов рублей, которые удалось взыскать с граждан и организацией. В целом, подводя итоги работы за 2014-2015 год, можно сказать, что уровень работы остался на прежнем уровне. Таким образом, в 2015 году 12 509 исполнительных производств возбуждено было отделом на сумму 19 миллиардов 841 миллион 364 тысячи. В течение года судебные приставы работают с населением, проводят встречи со школьниками, приглашают жителей на дни открытых дверей и сдают памятки для должников. Специально для них был разработан банк данных исполнительных производств. С помощью этого сервиса в любом уголке мира можно узнать о своих долгах. За 12 месяцев его посетили более 4000 жителей округа. Валентина Чебичек, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Продолжение следует...